всем привет дорожные зарисовки немножко обзор про дороги да и то что на них случается вот уж который день удачно можно сказать проезжаем мы по велико с улицы которая отремонтирована и теперь она выглядит совершенно по-другому как это было до этого я потом расскажу для чего это говорю потому что у меня возникла такая интересная идейка вот смотрите какая замечательная улица теперь и светло и погожи ну не берем осеннюю расстановку света пасмурно так раннее утро еду на работу ну вот так вот теперь выглядит эта улица которая раньше назвать улице было вообще сложно поэтому радуемся радуемся за то что у нас появляются такие вот дороги и конечно вспоминаем про то что сегодня у нас на дворе пандемия короче говоря увидеть человека в маске на велосипеде это конечно круто это круто улица валдемара тоже начинает готовиться к зиме к осени обстригаются деревья наконец-то тут будут удобные хорошие дорожки которые позволят ходить спокойно не ломать каблуки подрезаются все лишние деревья в общем тоже полезная работа которая просто необходимо и и горожанам и приятно смотреть и удобно жить дачникам будет очень интересно узнать что улица Тонтрово которая ведет плейкшни среди всех огородов дач и прочего ее начали ремонтировать выбираются канавы расширяется дорога то есть то что заросло сторонами хозяев дач теперь превращается в более менее похожее что-то на дорогу то есть сейчас выгребают видим расширяют полосы обочины и на дороге были уже куча 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 всяких разметок ну короче дорогу тоже где-то слышал будет проект уже есть проект который вот превратит эту дорогу тоже вполне удобную и скоростную дорогу для дачников но конечно кто-то и пострадает потому что там такие кусты заросшие ну а к обеду дело распогодилось и вот уже такой был сегодня замечательный замечательный обеденный час светило солнце как-то недавно на даче я прикормил какого-то кота он так пришел и что-то мне его стало жалко дал ему вкусняшку да вот этот вот белый красавец сказал про которого у меня уже два видео было значит и тут он как-то осмелел наверное понял что я ему не угрожаю и даже подошел и после того как ему вкусняшку ну вообще вдруг он теперь мой и значит теперь каждый мой приезд каким он чувствуем чувствует он встречает начинает там создавать видимость что он балдеет того что я приехал в общем на этом фоне родилась идея что есть же машина времени смотрите на будущее если интересно кому-то можно сделать целый цикл таких роликов то есть мы можем посмотреть вот как например здесь какой была улица скажем 11 году и какой она стала сейчас я поползал по гулигуль картам нашел много много интересного то что можно даже как сказать засмотреть и заценить какие изменения происходят вот смотрите как все это наглядно значит простым кликом мышки ну никто наверное все знают что есть такой сервис google maps и вот благодаря ему мы можем побывать там условно говоря 10 лет шесть лет пять лет где какие карты назад или вперед вот выдав вода колонка которая сейчас до сих пор служит и например переместиться сразу же на лавгальскую увидеть какие у нас раньше ходили автобусы как она выглядела смотрите какой симпатный городок конечно и сейчас совершенно здорово ну вот как-то ностальгия такая по этим деревьям деревьям поэтому вот укладу такому то есть город изменив улицу лавгальскую он стал другим не то что он изменился он реально по-другому выглядит но вот благодаря машине времени мы можем посмотреть каким он был оценить сравнить что называется и многие уже забыли что тут вот стоял кинотеатр резок на потом уже в простонародье театр юрик да вот он пропал сейчас мы его вернем целое поколение горожан ходили в кинотеатр резок насмотрели фильмы в стояли в очередях в кассах а потом и театр и постановки в общем это такое в принципе здание конечно историческое историческое такое в плане городских историй ну вот все меняется и сейчас на этом месте пустырь ну наверное свято место пустыне бывает когда ты там что-то появится вот такие автобусы тоже еще ходили большие не то что то есть это ну а то кто помнит и помнит вот многие же наверное забыли про это дело может кто-то и не знал что по городу колесили вот такие достаточно огромные автобусы неизменно только одно зеленые сетки на разваливающихся старых зданиях они сейчас есть бывали вернее значит улица даугупилс тоже смотрите как все просто была заправка и не стала на этом холме теперь у нас стоит одноразовая многоразовая самообслуживание мойка самообслуживания ну вот так этот холм выглядел до того после него после строительства появилась вот такая вот заправочка в общем если такой формат интересен можем сделать кучу роликов интересных достаточно где изменения городские видны сразу на глазах и не придется там то есть это даже помыть мне даже кажется это интересно сделать чисто с точки зрения вот такого вот сравнения потому что вот например строительство в одиннадцатом году от брюши сале и кто не помнит был такой случай у нас от брюши нас все заасфальтировали переделали реновировали это был одиннадцатый год и вот google автомобиль приезжал тогда по дворам и даже было такое дело что я попал на кадр google автомобиля поэтому история гугля богата где он это все хранит конечно это огромные массивы информации в общем голосуем ставим лайки и пишем комментарии если это интересно будем делать ролики подберу подборочку всем удачи всем пока